Друзья, всех приветствую. Позвонили мне по объявлению. Люди застряли, у нас всю ночь шел дождь и со вчерашнего дня, с 8 вечера, как они говорят, сидят два автомобиля. Один год закопался, второй год в горку не может выехать. Автомобиль у меня в целом в сохранности имеется лебедочка. Ну, я думаю, что у нас получится выручить людей, поэтому вам приятного просмотра и погнали. Приехали мы на место, локация. Ребят, куда мы сейчас? А вот сейчас машина будет снизу стоит. Первая машина стоит здесь, потому что там не объехал. Фольксваген у нас. Хотел лебедкой, но не вижу смысла лебедкой вытаскивать. Думаю, что мы и так справимся. Сейчас цепляю трос и потянем. Итак, динамочку зацепили, встаю на склоне. Пониженная. Между всего, я заблокировал. Посмотрим, как это все будет работать. Ну, вот, легко. Динамкой. Просто динамкой. Зацеп хороший. Шина 225, 70 на 16. Как видите, в принципе, беспроблемно, да? Нормально. Поедем второй автомобиль вытаскивать. Рост пока далеко убирать не будем. Закинем на наш новый алюминиевый багажник. Вроде там недалеко. Ну, поехали дальше. Со вчерашнего вечера сидите? Да, мы приехали, что-то расположились. И нормально. А тут дождик пошел. Брюн или утром. Я вчера еще брюнал. Ну да, подъемчики скользкие. Так, тут ну куда едем? Направо-право-право. Здесь нам надо травиться. Вернее всего. Вчера прошел. Вчера еще хуже было. Сегодня он еще более-менее дождем поднулся. Нормально. Ну ладно, все остраивались. Я вчера вот здесь вначале. А какая машина? Он-то. Где дальше проехал? Понятно. Зато смотри, прям на берегу. Ну ладно, так же сейчас потянем вперед, наверное. Да, потому что я сейчас уже зарылся. Сложновато. Колеса у меня нетравленные. И прям по такому. БГС называется. Спесчаногравийная смесь. Автомобиль прям закапывается очень легко. И быстро. Поэтому ставим, достаем лебедку, разматываем и тянем. Крюшку новую. Трехуровневую. Переключаем. И вольтаж у нас идет больше. Перед тем, как мы переключили, у нас вольтаж показал 13,8 здесь. Посмотрите, сейчас показывает. 14,5 будет показывать. Все. Начинаем тянуть. Но это, не знаю, на моноприводе въехать в такую тему, это прям, я не знаю, пацаны. Но сейчас мы их подтянем, потом я их зацеплю и уже буду вытаскивать их отсюда. За динамку цепляем, разворачиваюсь и пробуем ходами. Но не травленные, боюсь, закопаюсь. Решено травиться, потому что, ну, машина взорвается. Песчано-гравийная связь. Смесь очень мокрая. Внизу сухой. И прям чуть буксуешь, и все, прям проваливаешься. Травимся до 0,7. Делаю 0,9, ребята. То есть около единицы оставляем. Посмотрим, как поедет у нас автомобиль на этом давлении. Мы с вами травились до единицы 0,9. Сейчас мы с вами... Так, вторая пониженная. Сейчас я поразгонюсь. Вот так вот. И пробуем. Черт. Очень тяжело. Поехали. У меня мотор 1,9. Ух ты! Так, нам надо выезжать. На второй пониженной, в принципе, еду. Все, обороты набрал. Ну, все, спокойненько выезжаем, не спешим. Тут у нас подъемчик. Березьево. Березьево. Ох. Ебать. Ох, 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 ох. Ну вот, людей мы с вами спасли. Ну, молодец. Молодец. Мотора хватает. Даже в таких тяжелых условиях, как видите, мотор крутит. Вот такая маленькая история, друзья. Помог людям. Наклеил на каждый автомобиль наклеечку YouTube-канала моего. Поэтому в городе увидите. У нас в городе много, у кого наклейки есть. Кстати, если нужны наклейки, пишите мне в Telegram собака Нива 007. Отсылаю в регионы. Где-то примерно около 150-200 рублей стоит отправка. Вот. Пишите. Могу отправить. Поэтому спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Telegram, ВК, YouTube, Яндекс.Дзен, Нива 007. Я выезжаю, накачиваю колеса и уже по своим делам. Субтитры сделал DimaTorzok